Продолжение следует... Рак шейки матки выявляется в 85% случаев. Ежегодно в мире диагностируется около 600 тысяч новых случаев рака шейки матки и умирает 300 тысяч женщин от этого заболевания. Более того, согласно расчетным данным Международного агентства по изучению рака, Через 20 лет к 2040 году прогнозируется увеличение ежегодно случаев рака шейки матки на 193 тысячи, достигнув до около 800 тысяч случаев в год. И увеличение смертности на около 140 тысяч в год, достигнув 500 тысяч случаев. Республика Беларусь относится к странам со средней заболеваемостью и смертностью от рака шейки матки. Согласно данным Глобакан 2020, показатели заболеваемости и смертности сравнимы с таковыми со странами-соседями в регионе и чуть ниже среднестатистических мировых. Так, стандартизованный показатель заболеваемости составляет 11,4 смертности 4,2 на 100 тысяч женского населения. Согласно данным Белорусского канцерегистра, за последние 20 лет заболеваемость раком шейки матки в Республике Беларусь стабилизировалась. Смертность снизилась, а также снизился показатель соотношения смертности к заболеваемости, что отражает качество оказания специализированной медицинской помощи пациенткам данного профиля. Несмотря на стабильный показатель заболеваемости, в последние 20 лет у каждой третьей пациентки диагностируется местно распространенная 3-4 стадия рака шейки матки, результаты лечения которого нельзя признать удовлетворительными. Одним из серьезных осложнений течения местно распространенного рака шейки матки является кровотечение из опухоли шейки матки, которое по данным литературы встречается от 0,7 до 100%. У 11% пациенток кровотечение представляет угрозу для жизни, поэтому требуется выполнение экстренного гемостатического вмешательства. У 6% женщин кровотечение является непосредственной причиной смерти, а его остановка часто представляет собой серьезную проблему. Прерывание или отсрочка противопухолиотерапии ухудшает прогноз. Трудности остановки онкологических маточных кровотечений вызваны особенностями органного кровоснабжения, а также развитой сетью коллатеральных анастомозов между ветвями внутренних воздушных артерий. Консервативные мероприятия по остановке кровотечения, как правило, неэффективны или малоэффективны. Риск осложнений хирургического вмешательства часто непомерно высок, а лапротомия с перевязкой внутренних поддушных сосудов не всегда приводит к гемостазу. Активное развитие ангиографии в конце прошлого столетия создало возможность с помощью рентген-эндоваскулярной окклюзии ветви внутренних поддушных артерий, которые являются малоинвазивной и малотравматичной процедурой, широко осуществлять остановку кровотечения при акушерской и гинекологической патологии. В онкогинекологической практике артериальная эмболизация до последнего времени рассматривалась в основном как палеоативная процедура, а не как компонент противоопухолевой терапии. Поэтому на сегодняшний день назрела необходимость всестороннего анализа эффективности применения данного метода у пациенток с осложненными формами рака шейки матки. Исходя из актуальности проблемы, сформулирована цель исследования – провести анализ эффективности применения метода рентген-эндоваскулярной эмболизации артерии малого таза у пациенток с мысно распространенным и рецидивным раком шейки матки, осложненным кровотечением. В ретроспективные исследования включены данные 81 пациентки, 68 из которых были первичными, а 13 – с рецидивами заболевания, которые лечились в РНПЦ онкологиями имени Александровна в течение 15 лет. Последняя пациентка была включена в декабре 2015 года для оценки показателей пятилетней выживаемости. Все манипуляции осуществлялись по экстренным показаниям в связи с угрожающим жизнекровотечением в условиях рентген-операционной, интервенционными хирургами под местной анестезией. Ангиографию таза проводили по стандартной методике путем катетеризации бедленной лимбоподочной артерии по сельдингеру. Эмболизаты использованы в различных сочетаниях, добиваясь полной окклюзии сосудов, кровоснабжающих опухоль. При наличии технических возможностей рентген-эндоваскулярный гемостаз был осуществлен с обеих сторон. При измененной опухолевым процессом анатомии выполнялась односторонняя процедура. В более чем 50% случаев удалось избирательно катетеризировать и произвести суперселективную эмболизацию маточных артерий. В остальных случаях эмболизации подвергались внутренних подвздошных артерий, либо другие артерии таза. На данном слайде вы можете видеть общую характеристику пациентов. В более чем 50% случаев, в подавляющем большинстве, 65% случаев у пациентов была отмечена третья бы стадия заболевания. В 90% случаев плоскоклеточная морфологическая структура опухоли. В 60% случаев кондициевикальная локализация. И почти в 80% случаев двусторонний улагалищно-параметральный вариант. Такие характеристики отражают в целом пациенток с данным заболеванием. У 74 пациенток процедура выполнена с обеих сторон. У 3 пациенток процедура не удалось выполнить эмболизацию артерий слева. У 4 пациентов не удалось выполнить эмболизацию артерии справа. У 45 пациентов, как я указывала выше, в 56% случаев удалось суперселективно эмболизировать маточные артерии с обеих сторон. У 18 пациенток в 22% случаев были эмболизированы с обеих сторон внутренние подвздошные артерии. У 6 пациенток выполнена эмболизация маточной артерии с одной стороны и дистальной ветви внутренней подвздошной артерии с другой стороны, что было связано с более обильной воскулиризацией в одном из параметров либо при наличии источника, которым не являлась маточная артерия. На слайде представлены этапы проведения эмболизационной процедуры. Процедура начинается с диагностической аортографии, которая выполняется путем размещения катетера с несколькими боковыми отверстиями на уровне L1 позвонка, что позволяет визуализировать источник яичника в артерии, а также таз. После определения основной анатомии возможного места кровотечения выполняется селективная и суперселективная ангиоартериография для точного определения местоположения патологического процесса и планирования лечения. В большинстве случаев следующим шагом после аортографии является исследование внутренних подвздошных артерий. Выбор катетеров и проводников больше зависит от предпочтения оператора, чем от процедурных требований. Селективные ангиографические катетеры 4,5F или 5F используются для доступа к внутренней подвздошной артерии, а микрокатетеры – для селективной катеризации ветвей малого калибра. Когда выявляется экстравазация или другое патологическое состояние, катетеры расположены надлежащим образом для лечения, начинается, собственно, этап эмболизационной процедуры. На слайде представлен пример эмболизации для остановки маточного кровотечения у 49-летней пациентки с карциномой шейки матки 3-й Б стадии. Рентгенограмма А отражает изображение левой подвздошной артерии, полученной до эмболизации, и демонстрирует активную экстравазацию. На рентгенограмме Б изображение суперселективной артериографии переднего отдела левой внутренней подвздошной артерии демонстрирует массивную экстравазацию контрастного вещества из левой маточной артерии во влагалище. Выполнена двусторонняя эмболизация внутренних подвздошных артерий, рассасывающейся желатиновой губкой. И рентгенограмма С показывает изображение левой подвздошной артерии, полученное после эмболизации, и показывает застой кровотока. Достигнуто полное и стойкое прекращение вагинального кровотечения. Через год, к сожалению, пациентка скончалась от прогрессирования заболевания. В результате проведения процедуры кровотечения остановлено у подавляющего большинства пациенток в 94% случаях. У пяти кровотечение возобновилось в сроке от 1 до 24 дней, что потребовало выполнения реоперации. Надо отметить, что реоперация – это также была эмболизация. Четверо пациенток из пяти были первичными, одна с рецидивом заболевания. У первичных пациенток повторное вмешательство выполнено в сроке от 6 до 24 дней. Средний срок составил 17,5 дней. У рецидивной – на следующий день. У всех пациенток первая процедура произведена в полном объеме с обеих сторон. Повторный рентген-эндоваскулярный гемостаз выполнен у двух пациентов с двух сторон, у двух других сохранилась возможность его сочетания только с одной стороны. После успешного осуществления гемостаза более чем у половины первичных пациенток в 68% удалось продолжить противоопухольное лечение в сроке от 1 до 17 дней. Медиально составило 3 дня. Лечение по радикальной программе в полном объеме было проведено у 29 из 68 пациенток, то есть в 43% случаях. Из 17 пациентов, которые в лечении продолжено не выполнено в полном объеме, более чем в 50% случаев полностью проведен этап дистанционной лучевой терапии. Однако условия для осуществления внутриполосной брахитерапии из-за распространенности опухоли не сформировались. Выживаемость первичных пациентов при разных стадиях заболевания различается статистически значимо. Однолетняя скорректированная выживаемость при 2-й, 3-й, 4-й стадиях составила соответственно 75, 54 и 10%. Пятилетняя – 50, 17,5%. Медиана скорректированной выживаемости 19,9-12,8-5,5 месяцев. Выживаемость 22 пациенток, у которых лечение не продолжено, и 46 пациенток, у которых лечение продолжено, существенно клинически и статистически значимо различается. Однолетняя выживаемость составила соответственно 53,5 и 15,2%. До 5 лет в группе, где лечение не продолжено, не дожила ни одна пациентка. А в группе, где лечение продолжалось, 5-летняя скорректированная выживаемость составила 24%. Медиана скорректированной выживаемости отличалась фактически вдвое и статистически значимо. У тех, у кого лечение продолжалось, было продолжено 12,8 месяцев в сравнении с тем, у кого лечения не продолжено, 5,4 месяца. Для нивелирования различий, связанных с включением пациента в разных стадиях, в оценке выживаемости проведено было сравнение выживаемости для пациенток с наиболее представленной в исследуемой когорте первичных пациенток третьей B-стадии заболевания. Кривые выживаемости пациенток с третьей B-стадией, которым продолжено и продолжено лечение после рентген-эндоваскулярной эмболизации артерии малого таза практически полностью повторяют таковые для указанных под групп все исследуемые когорты. А медиана скорректированной выживаемости составила 5,5 для пациенток с третьей B-стадии, лечение которым продолжено, не продолжено, и 15,7 месяцев лечения пациенткам, которым было продолжено. Нам удалось опубликовать результаты своей работы в Международном журнале Европейской онкологии и гематологии. Но более всего мы гордимся тем, что в 2020 году в журнале глобальной онкологии в литературном обзоре авторов из Латинской Америки наша статья была процитирована и было отмечено, что это самая большая зарегистрированная серия пациентов с осложненным кровотечением местно распространенным раком шейки матки и единственная серия, в которой оценено влияние этой процедуры на продолжение лечения и выживаемость. Таким образом, наши результаты показали, что у пациентов с местно распространенным рецидивным раком шейки матки осложненным кровотечением рентген-эндоваскулярной эмболизации артерии малого таза имеют высокую эффективность. У 94% пациентов кровотечение остановилось и только у 5 пациентов потребовалось выполнение повторной процедуры. Наши результаты позволяют заключить, что у пациентов с местно распространенным рецидивным раком шейки матки осложненным кровотечением рентген-эндоваскулярной эмболизации артерии малого таза являются хорошо переносимые, малоэнвазивные, высокоэффективные и может применяться на любом этапе лечения данной категории пациентов. Проведение специальной противоопухолевой терапии оказывает существенное влияние на отдаленные результаты лечения первичных больных в местораспространенном раком шейки матки, что было бы невозможно при наличии кровотечения из опухоли. У большинства больных лечение было начато или продолжено после эмболизации, что привело к значительному увеличению выживаемости пациентов. Благодарю за внимание. Продолжение следует...